здоровеньки были всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться лучший формат похудение стройность правда мотивация дисциплинка обязательно мы питание с вами движение обязательно тема здоровья у нас пройдет до информация какая-то по здоровью и вообще мы с вами похудение от всей души мои хорошие пообщалась бы с вами раньше но у нас света не было раньше поэтому яркости никакой нету четыре часа в квартире темно уже все мертвы в джолы не гудуть в потемках да с какими-то лампочками ну держимся держимся да значит пообщаемся мои хорошие похудение то питание да все знаете об этом все слышали миллион раз да похудение то питание и хочется обязательно чего-то вкусного какого-то десерта правильного да и мы готовим я готовлю до себя вам показываю напоминаю вот я купила на днях была его его такая красивая его наверное точно турецкая такая красивая в разрезе ими виду да аккуратно так легко очищается его было приятно готовить приятно готовить было такую такой продукт и вот сегодня я приготовила турецкий десерт из айвы я раньше делала и была в турции готовила тоже показывала но думаю ну покажи людям напомни оставлять ссылку в комментариях кто-то зайдет тут они зайдет а так увидят все поэтому покупайте айву по возможности и готовьте себе такой вкусный десерт украшайте как хотите это ваше желание самое главное не нужно класть сахар и у нас с вами клетчатки очень много это кожица из яблочко кожура вот это пектин я вам сейчас все покажу вы посмотрите а потом и дальше с вами продолжим общаться давайте посмотрим турецкий десерт из айвы наконец-то я подхожу к приготовлению турецкого десерта у меня были запеченные яблоки поэтому не до айвы было а сейчас айва красивая его я помыла ее значит турецкий десерт я должна для начала разрезать айву пополам разрезаю посмотрим за одно срединочку красивые плоды а его и правда я покупала на ярмарке айву дешевой была айва по 30 гривен но я не экономила нет просто другой не было я вынуждена была купить по 30 гривен это кошмар это катастрофа я ее всю выбросила это я так понимаю привозная наверно точно турецкая его 130 гривен килограмм сельпо то есть 30 гривен и 130 гривен но вот качество смотрите какая красавица да ну вот здесь вот килограмм у меня 4 штуки килограмм значит что я делаю дальше я должна маленьким ножиками приготовила вот ножи маленький ножик вырезаю срединочку вот эти вот зернышки то все я убираю и очищаю айву от кожуры ничего не выбрасывается ничего не выбрасывается все будет использовано и семечки и кожура а его очищена углубление сделаны ножом срединка твердая часть вырезана вот все в миске полная миска это все пойдет форму когда айва будет протушиваться это все будет находиться рядышком выкладываю а его форму сейчас на донышко выкладываются и кожура и срединочки айва сверху теперь я очищаю яблоко натираю на крупной терке и выкладываю в углубление натертое яблоко в этой баночке у меня гвоздика буквально несколько что гвоздики она просматривается вот здесь стаканчик водички и я выливаю сковородочку вот сюда такая глубокая сковородочка и я выливаю стаканчик я думаю будет нормально прикрываю крышкой и ставлю на огонь вот так готовится турецкий десерт из айвы периодически подходим поднимаем крышечку и смотрим какая айва на мягкость я думаю полчаса будет достаточно самое главное не перетушить обратите внимание кожура от яблока яблоко медовый хруст кожура от яблока тоже здесь пектин нам нужен пектин нам нужна клетчатка не только десерт мои хорошие я практически приготовила было айву крышка была прикрыта я ушла из дома на три часа я пришла и я так понимаю айва просто дошла уже она мягкая ну сейчас будем пробовать вот так у меня смотрится турецкий десерт из айвы смотрите да красиво у меня йогурт а в турции используют каймак таких жирные сливки орешек гранат можно использовать для украшения как камешки такие красивые красные будут зернышки граната будет очень красиво тахин как месс можно украсить тоже как сладость мне достаточно йогурта и орешка мне предостаточно мои хорошие красиво правда но просто празднично смотрится турецкий десерт из айвы да так просто и легко и быстро айва очень хорошо утушилась она нежная я пробую сейчас вам расскажу и на сладость тоже чокшик чокшик это очень вкусно мне сладости больше не нужно если готовите для детей но добавьте метку сахарку а нам сладости не нужно достаточно сладкая вкусная его яблочко дала и сладость и кислиночку и получается очень пикантно люди готовьте турецкий десерт из айвы это очень вкусно и празднично смотрится корочки не выбрасываем гвоздичка это пектин это клетчатка это все к чаю посмотрели правда аппетитно это очень вкусно я советую готовить всем готовьте видели целая пиалка я положила в баночку потом конкретно кожуры от айвы и кожура яблока это же пектин это наша еда поэтому чай и мы тоже будем есть это живо зубками хорошо утомилась эта кожура кстати даже очень мягкая вкусно очень готовьте вам всем понравится как десерт обязательно я не буду невкусно питаться никогда нет у меня же образ жизни я же не неделю на диете на какой-то да а я длительна годами мне нужно вкусно есть многие не худеющие так не питаются как мы правда так что советую готовьте турецкий десерт из айвы но сейчас давайте перейдем к нашим комментариям я быстренько прочту комментарии они достойны внимания нашего люди танечка вевель написала таня это стих под видео к видео все сволочи любят сладкое от них и прыщи и тело вопит фигуру они нам загубят не будем кормить себе плохишей конфетами сладостью всякой не лучше погнать эту сволочь в зашей зачем симбиоз с такой бякой брау аплодисменты от всех татьяна от всех вот это да да супер просто настроение поднимается да приятно очень мило классно супер просто не будем кормить себе плохишей вот это да это точно в точку просто классно спасибо таня спасибо большое от всех нас спасибо стихотворение для всех нас леночка пишет здравствуйте таня по поводу количества шагов вы абсолютно правы лет несколько назад я где-то вычитала я постоянно вычитываю рекомендации по ходьбе нужно стремиться количество шагов в минуту приближать к 60 то есть количество секунд в минуте понятно а то и больше к 80 вот тогда это ходьба правильно темп должен быть а не просто я прошла 10 тысяч я прошла 20 тысяч я затаскалась я считала да и когда я пошла своей походкой от бедра насчет секундной стрелки у меня глаза полезли на лоб как это непросто сколько сил надо на это потратить вот вот сколько сил я трачу на это как нужно сгруппировать мышцы чтобы двигаться быстро двигать ногами в быстром темпе и частотой секунды нужно почти почти что взлетать над землей почти порхать да и приподнять свой вес чтобы идти с такой легкостью я тренировалась почти месяц так ходить и сразу становится жарко греет спасательный круг сжигаемых калорий ну понятное дело поэтому и результат от ходьбы вы должны чувствовать в ходьбе каждую мышцу ну тогда будет только результат учитесь правильно ходить сейчас есть ютюб можно все посмотреть спасибо леночка за поддержку мы только так и ходим только так и ходим не нужно считать десять тысяч это неразумно должен быть темп мелкие шаги не широкие буратино на согнутых коленях я еще знаете что вижу очень часто как тяжело идут люди вот женщина идет допустим с палками да и она так вот такие шаги что вы делаете это действительно нагрузка на суставы на позвоночник зачем так гупать зачем так идти легко нужно идти как козочка побежала кто так ходит уху уху это же постоянно так вижу каждый день и каждая а потом жалуются суставы болят а зачем так стучать своим телом зачем нужно парить просто над землей вот человек даже подтверждает поэтому пересматривайте свою ходьбу Мне легко это и очень просто И вот такой комментарий касается щитовидной железы Валя написала Здравствуйте, Татьяна, вы мне как-то помогли разобраться с ТТГ Был 3,7, стал 1,6 Не передать, как жизнь изменилась Не передать, как жизнь изменилась 3,6, да? 1,6 Кажется, разница, я в норме, 3,6 Доктор, у меня 3,6, как мне жить? Так вы в норме, так и живите, да? Доктор, у меня шестерка, по возрасту, вы уже старуха, так и таскайтесь И люди так и живут Когда-то нас сократили перед пенсией Я работала на ЖД И проходила медосмотр в специальной клинике Решила свою карточку забрать Для интереса сейчас заглянула Только сейчас заглянула Оказывается, у меня ТТГ 3,3 было в среднем Считалось это нормой Даже диагноз Тиреодит хошемота обнаружила в записях Понятно? Это было давно, да? И правда В записях диагноз Тиреодит хошемота И человек жил с заболеванием И тут в Ютюбе Таня рассказала Как вычислять гормоны Как себе помогать Три, семь Сейчас один и шесть Не передать Как жизнь изменилась Поэтому если кто-то говорит У меня четверка Нормально себя чувствую Вы не знаете Как себя чувствует человек На один и шесть Жить хочется Жить хочется У меня сейчас Ноли семь, да? Кстати, в сентябре У меня было даже не единица Ноли девять Ноли девять Сейчас ноли семь Я себя нормально чувствую Вообще разницы нет Вот один и шесть И ноли семь Вообще не чувствую разницы Вообще Но сегодня я уже меньше Принимаю гормона Я буду чередовать гормоны Я знаю, как буду делать Ну, в общем-то Я умею регулировать гормон За длительное время Я научилась это делать Поэтому очень даже нормально Ну, вот такие у нас Замечательные комментарии Хорошие комментарии У людей хорошие результаты И по ТТГ Вот у Валечки Хороший результат И Леночка начала Правильно ходить Находит хорошую информацию Человек развивается, да? И Татьяна нам пишет Стихи какие замечательные У нас все замечательно Мои хорошие Но сейчас дальше Общаемся дальше Мне вчера такого понаписывали О-о-о-о Сказки Сказки Бабушки Арины Это точно С возрастом Нужно меньше гормонов С возрастом, да Мышцы ушли даже у человека Да, может и белка меньше С возрастом Жить на каше А? Гормоны не нужны Белок не нужен Мышцы нам тоже не нужны Правда? Ничего не нужно Вы хоть не пишите никому это Хоть не пишите Мне всю жизнь Ставили неправильные диагнозы Значит Была у меня операция Щитовидная железа Удалена левая часть Правая осталась И на УЗИ Мне сказал УЗИст Она у вас какая-то Скукоженная Она не взяла у вас Работу На себя Значит она не выделяет Гормоны Допустим Да, вот не понравилась Щитовидка Вот эта часть На УЗИ Молодая девчонка Была УЗИстка Почему я должна им верить Если мне на УЗИ Когда я иду к гастроэнтерологу Мне постоянно катают Хронический панкреатит Катали вернее раньше Когда была толстая Хронический панкреатит Сейчас этого не было Почему? Потому что у меня Не было запора Когда у человека запор Что делается в кишечнике? И создается впечатление Какая-то дымка Урчание Бурчание А, точно Хронический панкреатит А человек 12 часов Допустим Не идет туалет А у меня до 10 дней Какая картинка может быть? И мне катали Хронический панкреатит Или допустим Холецистит Надо понимать УЗИсты Без каменного Холецистита Не бывает То есть придуманные Были диагнозы У меня этого нету Почему я должна верить Вот этой УЗИстке Что моя щитовидная железа Которая ставили мне Мне же ее ставили Врачи Не часть Не половиночку Там какой-то кусочек А половинку Полностью оставили И возможно Со временем Она регенерировала Она взяла Какую-то часть работы Печень Ну сейчас я об этом поговорю Печень регенерировала Еще органы у нас Могут восстанавливаться Да И потом обратите внимание На мои продукты Вот берем Допустим творог Я покупаю творог Каждую неделю И у меня не творожный Какой-то Творожноподобный продукт А у меня настоящий Сельский продукт Творог Творог Внимательно слушайте Содержит В себе Незаменимую Аминокислоту Которая называется Метионин И вот эта Аминокислота Метионин Препятствует Препятствует Отложению Жира в печени Вообще умные Биологи Биологи Химики Говорят Что работа Нашей щитовидной Железы Конкретно Гормон Т3 Т4 Зависит От работы Нашей печени Я употребляю Аминокислоту Метионин То есть Которая Находится В твороге Она препятствует Отложению Жира в печени Значит Все нормально С моей печенью Также творог Богат Селеном Селен Который Очень нужен Для нашей Щитовидной Железы Так Дальше Что еще я ем Орехи Орехи Я замачиваю орехи Я всем показываю Кстати Очень вкусно орехи Когда я замачиваю кипятком Если обычная вода Нет Не годится На утро Не те орехи Вот кипятком Мне нужно залить Потом я промываю Вот эта черная вода Все уходит Орешки сладенькие Горечь ушла Только кипятком заливаю Значит Орехи Содержат в себе Что? Йод Природный йод Природный Орехи содержат В себе Селен Орехи содержат В себе Тирозин Аминокислоту Которая улучшает Работу Щитовидной Железы Ну и потом Жирорастворимые Витамины Орехи В себе содержат А Е К А я помогаю В своей Щитовидной Железе Которая у меня Осталась Половинка осталась Не только Маленькая А половинка Уже я сделаю Сделаю И вот Наверное Результат Возможно Щитовидка Вырабатывает Немного гормонов Я помогаю Ей еще Гормонами Принимая Эутирокс И у меня Вот так получается Гормонов Значит Искусственных Мне нужно Принимать Меньше Ну вот так Я вам Рассказываю Наталкиваю А вы думайте О своем питании Что лучше есть Булки Хлеб Зерновые Медленные углеводы Вы думайте Чем нужно питаться Обязательно Какая-то часть Углеводов Должна быть А какая часть 50% А 50% углеводов 50 грамм углеводов Не яблок допустим А углеводов Это два яблока Вот съели два яблока И вы получили Дневную норму Углеводов Поэтому не переживайте За каши За булки За хлеб Да За конфеты За печенье Углеводы Нам нужны Нужны Мы гали Балованные Мы себя не обидим У нас обязательно Какая-то сладость будет Энергии нам хватит Выше крыши Конкретно печени Замолвим слово Да Мозг у нас царь А печень наша царица Вообще Печень Это основной орган Эндокринной системы Основной орган Значит о печени Печень умеет регенерировать Это единственный орган Который может восстанавливаться Да Вот многие скажут Да Печень может восстанавливаться Да Все об этом знают Но оказывается Не единственный Щитовидная железа То же самое Может регенерировать Слизистая оболочка Если обожгли язык Хоп на ходу Кофеек Да Или чаек Или супчик Да Или прикусили где-то Да Укусили яблочко Орешки Да То Восстанавливается Буквально за сутки Слизистая Очень быстро Даже быстрее Не за сутки За несколько часов Да Вроде бы так было больно Потом проходит какое-то время Короткое Все Язык не болит Щека не болит И это касается Всех слизистых Они очень быстро Восстанавливаются То есть регенерируют Это рот Слизистая рта Значит Слизистая Половых органов Восстанавливается быстро Слизистая Кишечника Слизистая Глаз Быстро Регенерирует Восстанавливается Слышали фразу Да Печень Нужно Беречь Смолоду Печень Выполняет Миллион Химических Реакций В секунду В секунду Кто-то скажет Что печень Это фильтр Но нет Фильтр Это у нас Почки Почки А печень Это конкретно Это фабрика Это химическая Такая фабрика Лаборатория Мы с вами Употребляем Чужеродный белок Но белок же мы едим С вами Яйца едим Это чужеродный белок Мясо едим Это чужеродный белок Творог Таня ест Это чужеродный белок Наша печень Должна Расщепить Вот это Чужеродный белок До аминокислот А потом Собирает Свой белок А потом Собирает В наш белок Свой белок И настроит Печень Печень Настроит Печень Отвечает За нашу кровь Печень Отвечает За тромбозы Печень Не болит Но печень Болеет Печень Не имеет Нервных окончаний Нужно понимать Это И знать Это Печень Не имеет Нервных окончаний Как и в мозге нету нервного окончания В селезенке нету нервных окончаний В матке нету нервных окончаний Поэтому человек ничего не чувствует Заболела, допустим, в правом боку Да, вот быстро идем, заболела в правом боку Не просто я сижу и заболела, нет При каком-то резком движении, да, или быстро идем Заболела в правом боку Это печень Да, печень находится у нас в животе Не просто так, знаете, вот большой кусок Кило 600, кило 700 Вот наша печень А печень находится в такой капсуле, да Ну, как бы, допустим, даже пакет Сравниваю, да, для простоты Целлофановый пакет Печень не имеет нервных окончаний Нервные окончания конкретно находятся в этой капсуле Вот в этом целлофановом пакете И когда печень немножко увеличивается, да Она дотрагивается до этой капсулы До этого целлофанового пакета И мы ощущаем какой-то дискомфорт Это даже не боль Это дискомфорт Какое-то распирание Или немножко тянет у вас В этом боку тянет И такое ощущение знакомо каждому человеку Допустим, при быстром движении Или даже при резком движении Чаще такое ощущение может почувствовать человек Который не тренируется Иногда, иногда Значит, увеличивается кровообращение Допустим, идете быстро, да Усиливается кровообращение А печень Это еще депо для крови И в печени содержится, представляете 10% всей нашей крови И если мы с вами усиливаем кровообращение То печень набухает Она дотрагивается до вот этой капсулы И нервные окончания Дают сигнал в мозг Болит Такой звоночек в мозг Болит У некоторых болит, допустим, справа Это печень Она увеличилась и дотронлась к капсуле Болит А у некоторых Это чувство может быть и слева То есть селезенка Она не имеет нервных окончаний Но она точно так Находится в такой капсуле В таком целлофановом пакете Как и печень И точно такое ощущение Можно почувствовать и слева То есть звоночек в мозг болит Такое же похожее ощущение Значит, один человек может почувствовать боль справа А другой слева Кто чаще будет чувствовать дискомфорт Справа, слева Печень, селезенка Люди, которые не тренируются У которых отсутствует адаптация Конкретно к физической нагрузке Орган наполняется кровью Селезенка, печень Это не заболевание Единственное, что нужно делать Тренироваться И вы не будете ощущать дискомфорта Конкретно в этих органах Потом, что можно сказать еще за печень Печень содержит в себе сахарную заначку Можно так сказать Мы с вами едим углеводы Углеводы расщепляются до глюкозы Эту глюкозу едят бактерии Танечка Вивель писала Да, эту глюкозу едят бактерии Эту глюкозу едят различные грибы И различные вирусы И если мы не едим И эти бактерии не нашли еду То они едят конкретно вот эту глюкозу Которая находится в печени В печени вообще есть От 120 грамм находится гликоген Это запасной сахар, сложный сахар Ну одни говорят 120 грамм Одни говорят 200 грамм Одни говорят 350 грамм Гликоген, запасной сахар И вот этот гликоген, запасной сахар Он чем-то похож даже на крахмал И если вы, допустим, голодная День не ели, да То организм тратит конкретно запасной сахар Гликоген На тренировочках Вот нужно это знать Тратится гликоген конкретно из мышц Из мышц Как уходят жиры на тренировках? Я напоминаю На пробежках Вы пришли и все Пошли в быстром темпе Пошли, 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 пошли Вы идете, допустим, 40 минут Не нужно больше идти Почему? Потому что гликогена В тех же мышцах хватает только на 40 минут На 40 минут Что нужно сделать? Нужно сесть на пенек, но не съесть пирожок Вы должны отдохнуть буквально каких-то 5 минут Не надо идти 2 часа Я иду 20 тысяч шагов Вы отдохнули Что получается? Жирового депо Маленькими капельками Жир поступает в кровь А из крови в мышцы И так вам хватает силы Дальше идти Вот так сжигаются жиры Чтобы печень Была крепкая, сильная наша печень Мы должны с вами питаться печенью Есть печень Печени нужны ресурсы Большой концентрат ресурсов Это печень Печень животного Но самое главное не переедать Клетки печени быстро изнашиваются Печень дает нам тепло И самый горячий орган у нас Это печень 40 градусов Печень нагревает нашу кровь Без печени мы с вами замерзнем Печень нагревает нашу кровь Кстати Значит по поводу концентрата ресурсов Нужно есть печень Настя из Германии Писала, все помните У нее железодефицит нанемия Плохой был анализ Плохой результат И доктор Предложил Насте Лечиться не препаратами Химическими А конкретно продуктами Печень Была приготовлена Печень животного Ну говядина я думаю Значит Приготовлены маленькие кусочки Там по 10 грамм По столовой ложке В морозильной камере Порциона Каждый день Настя ела По 10-15 грамм Этой приготовленной печени Из морозильной камеры Уже Все готово И не нужно ничего Готовить было И замечательные результаты По железодефицитной нанемии То есть Этого плохого анализа Уже нету Есть комментарии Люди помнят Я читала всем И Настя нам неоднократно писала Ну вот Мы так с вами можем Поддерживать нашу печень Есть печень Нам нужен концентрат ресурсов А это только питание Питание Похудение Это питание И оздоровление Правда Мозг это царь Печень это царица Очень часто пишут Конкретно за жировой гепатоз печени Посоветуйте Вот что делать Что предпринимать Люди Столько информации у нас Жировой гепатоз печени Жировая болезнь печени Связана не с жиром А связана конкретно С сахарами С фруктозой С углеводами Печень все превращает в жир Жировой гепатоз На УЗИ Можно обнаружить Когда есть уже 30% Жира Это 500 грамм 30% это 500 грамм Что нужно Нужна активность Самая банальная Нужно двигаться Нужно похудеть Нужно похудеть Нужно пересмотреть Своё питание 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 Это наши ресурсы Всё, мои хорошие Мы сегодня с вами пообщались Интересная информация Простая, но очень доступная Интересная информация Для всех Стройнеющих Худеющих И вообще Для всех Кто следит за своим здоровьем Мои хорошие Благодарна всем вам за общение За просмотры моих видео Я благодарна всем за комментарии Конечно За лайки Большое всем спасибо Худеть Это интересный процесс Удерживать вес Это тоже Интересный процесс Мы постоянно С вами в развитии Мы постоянно Находим Какую-то Интереснейшую Информацию Даже не только Для похудения Вообще Для нашего здоровья Так что Пишите Мы с вами Таким образом Развиваемся Всем До встречи Дальше Будет Субтитры